По цитату из заявлений ЕС в рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Европейский совет рассматривает строительство моста через Керченский пролив как очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины. Между двух берегов и двух морей Вдалеке от родных матерей Выбор нашей судьбы не так уж и прост Строим мы для людей Крымский мост Чтобы вред не терять связь с огромной страной Чтобы тот, кто хотел, возвращался домой Будет что рассказать тем, кто здесь побывает Ведь работают здесь все, а я забиваю Я забиваю, спаю, я спаю, забиваю В частности, под европейские санкции попали компании Аркадия Ротенберга Миллиардера, занимавшегося в одном клубе дзюдо С Владимиром Путиным незапамятные времена и с тех пор близкого к нему Это компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Они, как отмечает газета «Ведомости», уже входят в санкционный список США Первая компания была генподрядчиком строительства Крымского моста Вторая – основным субподрядчиком О России и санкциях в понедельник активно беседовали в Вашингтоне Американский президент Дональд Трамп с его главным союзником в Европе Итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Предположительно, и канцлер Меркель и президент Макрон, например, в преддверии этой встречи Во время нее должны были бы сложить пальцы крестиком Поэтому, кто знает, какой еще новой дестабилизации внутри Европейского союза она могла бы привести Итальянское новое популистское правительство уже неоднократно провозглашало необходимость укрепить связи с Россией Чему санкции, понятное дело, мешают А вице-премьера и лидер правопопулистской партии Лига Севера Матео Сальвини Открыто называют введенные после аннексии Крыма еще санкции бесполезными и контрпродуктивными А референдум в Крыму, соответственно, правильным и законным Что же мог сказать его начальник, премьер Конте? Мы открыты к диалогу с Россией Мы верим, что Россия играет фундаментальную роль во всех международных геополитических кризисах И думать в этой связи, что Россия должна быть отстранена от диалога Как сказал президент Трамп, если мы хотим разрешить проблему, мы не должны позволять нашему противнику разбираться с ней Мы должны сесть за стол переговоров и поговорить со своими противниками Понятно, что сейчас немыслимо взять и снять санкции в один момент Тем не менее, именно потому что мы открыты к диалогу с Россией Позиция моего правительства должна быть выражена четко Надо быть уверенными в том, что система санкций не наносит ущерб российскому гражданскому обществу Не вредит экономике малого и среднего бизнеса в России Кроме всего прочего, Италия ведь традиционно имеет с Россией интенсивные экономические связи В общем, хочу еще раз подчеркнуть, санкции против России это не конец и не может быть концом Спасибо большое Санкции в отношении России останутся Что касается газопровода, я бы хотел увидеть здесь конкуренцию Так что, господин премьер-министр, я надеюсь, вы создадите этот конкурирующий газопровод И мы уже говорили с Европейским Союзом о том, чтобы построить где-то от 9 до 11 портов, за которые они заплатят Чтобы мы могли кораблями доставлять наш сжиженный газ в разные части Европы И тогда будет больше конкуренции Но санкции в отношении России останутся в прежнем виде Спасибо вам большое Всем спасибо 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 большое, всем. Спасибо.